Этот эффект вы скорее всего видели много раз у себя на кухне, но не придавали ему большого значения. А в нем кроется красивейшая физика. Когда струя воды падает вертикально в центр плоского диска и растекается во все стороны по его поверхности, вокруг того места, куда падает струя, образуется тонкий слой с круговой границей. А за этой границей уровень воды резко поднимается, и дальше вода медленно стекает с диска вниз. Такая граница между внутренней и внешней областями называется гидравлическим прыжком. Но какова причина этого удивительного явления? Сам гидравлический прыжок похож на волну, которая пытается двигаться от краев к центру пластинки. Однако эта волна сносится к краям пластинки за счет движения струи, которая растекается во все стороны от центра. Скорость струи у центра больше, а к краям она тормозится из-за вязкого трения о пластинку. Если бы прыжок подошел ближе к центру, струя снесла бы его назад к краям пластинки. Если бы струя унесла его слишком далеко от центра, он вернулся бы назад за счет своего волнового движения. В результате получается, что прыжок занимает такое место, где его скорость равна скорости струи. Область внутри прыжка называют сверх критической. Здесь скорость струи больше скорости волны. А внешнюю область называют докритической. Здесь сносовая скорость потока меньше скорости волны, идущей к центру. Кстати сказать, первым это явление наблюдал Леонардо да Винчи, интересовавшийся тем, как течет вода в самых разных условиях. Но его полного количественного описания не построено до сих пор. Чтобы продемонстрировать сверх критичность внутренней области, поставим на пути струи небольшую преграду. Волны, возникающие у этой преграды, не могут пробиться внутрь, к центру круга. Их сносят к краям, и они образуют характерный клин, известный в акустике как конус маха. Только в акустике мы говорим о сверхзвуковых движениях. А здесь роль скорости звука играет скорость распространения волн по поверхности мелкой воды. Когда возникшее возмущение сносится на некоторое расстояние по течению, само оно распространяется по поверхности воды во все стороны на меньшее расстояние. Дальше радиус волнового круга растет пропорционально расстоянию сноса, и все круги оказываются вписанными в один угол с вершиной в той точке, где находится возмущающая преграда. Этот угол мы и наблюдали с вами на опыте. Гидравлический прыжок может образоваться и в том случае, когда при морском приливе вода нагнетается в речное устье, а течение реки пытается снести этот подъем воды обратно в море. Возникающая при этом приливная волна называется бор. Она поднимается вверх против течения реки, потому что скорость распространения волны оказывается больше, чем скорость течения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова